Так, в этом небольшом тесте речь пойдет об измерении максимального тока аккумуляторов, но в данном случае ГНБ. Все мы вынимаем, что у аккумуляторов указан как бы максимальный длительный ток разряда, вот он написан 90С и кратковременный ток в течение 10 секунд 180. Что это значит? Это значит, мы берем номинальную емкость 550 мА, умножаем на 90, потому что получаем, что у аккумулятора должен быть максимальный ток разряда порядка 49,5 А. Все почему-то любят оперировать таким понятием, как внутреннее сопротивление, что на самом деле не совсем верно. Связь между максимальным разрядным током и внутренним сопротивлением, конечно, есть, но она достаточно такая опосредованная. Это как измерять максимальную скорость одного автомобиля и другого автомобиля, пользуясь показателями тахометра. В этот раз мы вот такой штукой попробуем померить максимальный ток вот этого, например, аккумулятора и посмотреть, что из этого выйдет. И это будут достаточно настоящие значения. В этом случае будем пробовать увеличивать наголовку и смотреть, как будет меняться ток. Ну, то есть, ток. Ну, максимальная просадка, например, там предположим, что это будет до 10 Вольт. 11 А едет. 12 А едет. 13 А едет. Ну, тут пока никак не 45. Я что хочу сказать. 17. Твою мать. Как там, если вы в школе не учили физику, то весь мир для вас будет полным волшебства. Причина, по которой мы не смогли померить максимальный ток, ограничение вот этого прибора, у которого ограничение 185 Ватт, соответственно, максимум, что мы можем оттуда выжить. И мы выжили. Но максимальный ток не получился. Будем проверять другим путем. На первом тесте мы видим аккумулятор 550 мАч 3S, у которого был заявленный ток, там максимальный порядка 50 А. Вот на этом тесте видно, что максимальный ток, которому удалось выжить, всего 20 с небольшим А. Ну, вот такая вот история. Параллельные измерения проводились встроенным датчиком тока на дроне. Датчик тока перед этим был калиброван. Но данные, собственно, получились одни одинаковые. Второй аккумулятор издетированных. Это аккумулятор 650 мАч 3S. Попробуем выжить ток. Соответственно, вы видите, ток чуть больше получился, там, 22 или 23 А, что тоже, в принципе, далеко от 50 А. Ну, что выросло, то выросло. Ну, и еще один аккумулятор уникон, просто 450 мАч, который показал в пике 36,87 А, что, в принципе, тоже далеко от максимального ИСИ, но, в принципе, очень достаточно такие показатели. Собственно, если вы не согласны с результатами теста, вы всегда можете оставить свои комментарии внизу под видео и войти в историю, потому что во всех остальных случаях, где бы вы не оставили свое мнение, в любой из групп, об этом мнении забудут буквально завтра. А может быть, даже сегодня. А возвращаясь к теме тестов, А, нужно знать физику и читать данные о приборе, прежде чем что-то тестировать. Ну, это косяк, ну, ничего. Второй момент. Несмотря на то, что мы не увидели совершенно чудесных токов, там, 50 и выше на этих аккумуляторах, а аккумуляторы дали нам 20 с небольшим ампер, ну, этого, в принципе, вполне хватает для того, чтобы летать на небольших аппаратах, для которых они, в общем-то, и предназначены. Ожидать чего-то там вау сверхъестественного, я бы от них не стал. Ну и, соответственно, как и не стал бы ждать комментариев, что вот, а мои аккумуляторы огонь? Вот эти ваши плохие, а мои огонь? Ну, померьте, покажите, посмотрим. Возможно, ваши аккумуляторы тоже неплохие.